Добрый вечер! Время разбираться в дорожных проблемах в программе Киевский Родакт. С вами Максим Полей. Ну, для начала самые серьезные события, которые произошли за последнее время. Они произошли у нас на проспекте Лобановского. В районе 130-го дома произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. Столкнулись Citroёn, Renault, Smart и грузовик. Известно, что в маленьком Smart находилась беременная женщина. Ее госпитализировала скорая, ну а на месте работала полиция. Сейчас на проспекте Лобановского, к сожалению, не утихают пробки. Там же они начинаются от Совских прудов и заканчиваются где-то на подъезде к Севастопольской площади в районе улицы Кривоноса. Причем в обе стороны пробки у нас на средней части Лобановского. Далее на южной части столицы у нас проблемы на районе станции метро-выставочный комплекс. Там произошли несколько аварий по Голосеевскому проспекту в сторону Одесской площади. Соответственно, стоит и весь Голосеевский проспект и проспект Лужково-Ажда-Чабанов сквозь Одесскую площадь. Если вы считаете, что можно объехать по улице Васильковской, не путать с Большой Васильковской, то вы заблуждаетесь. Она тоже простаивает. Давайте посмотрим, как именно на текущий момент стоит эта улица на подъезде к Амурской площади. Южный мост у нас был озарен неприятностью аварии со стороны правого берега. С ней разобрались. Давайте посмотрим, как начинает более свободно двигаться южный мост в сторону левого берега. Правда, на подъезде к этому месту еще сложно проехать. Забита полностью Саперна-Слободская, а при повороте с Наднепрянского шоссе на Железнодорожное шоссе произошла авария, которая мешает движению по Железнодорожному шоссе. Простаивает у нас достаточно серьезно и набережное шоссе. Машины двигаются, но крайне медленно. Переместимся в центр. У нас была авария в районе улицы Алмазова, перегрузка с бульваром Леси-Украинки. Наш корреспондент Сергей Адаренко нам сообщает, что с этой аварией разобрались, хотя пробки не утихают, и переместился он дальше, ближе к улице Бассейной. Там настолько серьезный трафик, что даже страдают наши корреспонденты и наши служебные машины. Я надеюсь, что Сергей нам подробнее расскажет, как он пробивается сквозь тернии к звездам. Сергей, что произошло на пересечении Мечникова и Леси-Украинки с нашей машиной и вообще, что там сейчас? Витаю, Максим. Витаю, дорогие глядачи. Мы сейчас проживаем на территории Александровской лекарни. И мы стали также участниками небольшой дорожной транспортной пригоди. Власне, открывши двери, наш работник не смог уйти, а их умела их зачепить машина, которая проезжала повз. И вот у нас есть небольшое ускладнение, двери закрываются, все цели, слава Богу. Но есть определенные нюансы. У нас есть порядок водя, который был за кермом машины, которая вместе с нами стала участниками дорожной транспортной пригоди. Добрый вечер, или не совсем. Мы сейчас в прямом эфире. ДТП у нас трапилось с вами. Ничего страшного. Ничего страшного. Все живы, все здоровы. Мы сейчас ждем на полицию. Мы прибрали автомобили из проезжей части, потому что тут курсуют кареты швидкой допомоги, чтобы никому не заважать. Что вам сказала полиция? Сказала, что ждите. Продолжение следует на месте. Но на месте мы не можем заставаться. Видите, швидка допомога заезжает. Ничего страшного, все нормально. Все цели, все добре. Но, наконец, программа «Радар» будет рассказать саму про себя, которая попала в дорожную транспортную пригоду. А с приводу трафика, покажи, пожалуйста, то бульвар Леси Укритки, как вы видите, рухается. Зрештою, Мечниково також вулиця ездит достаточно спокойно. В районе улицы, в которой ты, Максим, ты вспомнил, Алмазово, там действительно были серьезные затори. Ну, а тут поки что, принаймні, на цьому отрезку, и, зрештою, басейн. А сама басейн третички переповнена. Но тут ситуация сейчас достаточно спокойная. Незважаючи на то, что наша ситуация только начинает развязываться. Так что мы пока что ждем полиции. А тебе, Максим, дали слово в студию. Спасибо, Сергей. Да, действительно, те, кто работает, те, в общем-то, и страдают. Вот такие у нас перегибы профессии. Но мы работаем для вас. Левый берег, коль мы туда спешим, там загружено Харьковское шоссе. Давайте посмотрим быстренько в район станции метро Левобережное. Там всегда пробки. Ну, а сейчас еще недавно авария усугубила движение по Барварскому проспекту в сторону станции метро Черниговское. Центр у нас, как всегда, загружен на традиционных местах. Крещатик забит в сторону Европейской стоит бульвар Шевченко полностью в сторону Площади Победы. Ну, а как выглядит сама Площадь Победы? Давайте посмотрим с высоты птичьего полета. Есть у нас прекрасная камера для этого. Ну, и коль мы переместились на запад, у нас традиционное уже скопление транспорта наблюдается от Гарматной по проспекту Победы до проспекта Вернадского в сторону Окружной. И, кстати, посредине этого участка, это метро Берестейская, завтра под путепроводом метро Берестейская по проспекту Победы частично ограничат движение. 28 февраля с 8 утра это будет происходить до 17.00. Об этом нам сообщили в Киев-Автодоре. На путепроводы пересечения Василенко и улицы Дегтяревской над проспектом Победы в сторону Святошина будут ремонтироваться одна из запор и ливнестоки. Работы должны закончиться к вечернему часу пик, чтобы меньше влиять на трафик. Ну, а во время работ движение все-таки будет частично ограничено. Благодарим все-таки и Автодор, хотя бы за то, что они в последнее время действительно стараются выбирать время для ремонта, учитывая время и трафика. Ну, а трафиком занимаются и наши коллеги на частоте 98FM. Это радио Киев. Так что вы не останетесь в одиночестве. Я же с вами прощаюсь. До дня завтрашнего. Счастливо. Счастливо.